Одесса-спорт представляет о нашем спорте. Оперативно и подробно. Здравствуйте! Сегодня в прицеле объективов Одесса-спорт. Сборная Украины чемпион мира по шахматам 2013. Одесситка Наталья Жукова принимает поздравления. Южненский портовик добывает очередную домашнюю победу. На сей раз повержен Будивельнок из Броваров. Стартовал чемпионат Украины по футболу среди команд первой лиги. ФК Одесса. Сталь. Как это было? Это и многое другое далее в программе. Мастер спорта Украины. Оба госадминистрации Дмитрий Волошенков, начальник управления по делам физкультуры и спорта области Юрий Поволодский и президент областной федерации шахмат Вадим Мараховский. Астана еще такой город для нас получился хороший. Хотя там было прохладно, минус 20 в какой-то момент. Но не знаю, мы гуляли, немножко дышали воздухом. В общем, у нас было хорошее настроение. А это тоже эмоционально важно. Как вообще складывался турнир, он эмоционально хорошо складывался. В таких престижных соревнованиях принимают участие всего 10 команд, среди которых нет случайных. Это чемпионы и призеры континентальных чемпионатов, лучшие по итогам Олимпиад. Сборов команды Украины не было. Готовились спортсмены индивидуально. Из-за этого наши раскачивались долго. Есть страны, в которых шахматы очень сильно финансируются. У нас, да, у нас, как объяснили, не олимпийский вид спорта, но вот он такой, да. Вот он немножко забытый государством. Но мы не отчаиваемся, я не знаю. После тяжелейшей победы над далеко не самой сильной сборной Турции в четвертом туре, нашим спортсменкам не предрекали ничего хорошего в борьбе с лидерами. Однако уже в следующем туре с фаворитками мирового первенства, китаянками, наша сборная показала высший класс и победила со счетом 3-1. Мы, кстати, вот когда играем с сильными сборными, я не знаю, почему так происходит. То ли мы мобилизируемся, то ли что. Мы уже из года в год все это повторяем, что нам проблема со слабыми сыграть хорошо. Потом последовали победы над грузинками, американками. Есть такое понятие – ожидаемый результат. Так вот, все шахматистки сборной Украины выступили выше своих ожидаемых результатов. 22-й тур чемпионата первой украинской лиги, изначально состоявший из 9 полноценных матчей, постепенно потерял одного бойца за другим. Охватившие Украины непогода и матчи квалификации к чемпионату мира 2014 стали причиной тому, что из 9 запланированных игр состоялись лишь 2. Пока Украину накрыло негораздами, в Одессе поляну стадиона «Спартак» заливало яркое солнце. Поэтому поединок ФК «Одесса-сталь» – один из тех, который все же состоялся. Гости, рвущиеся в премьер-лигу после шести сезонов пребывания в первой, стартовали активно. Шквал атак алчевцев не позволял поначалу одесситам даже думать об атаке. Горожане играли на отбой, стараясь разрядить обстановку возле собственных ворот. И только в последние минуты первого тайма команда Андрея Пархоменко двинула вперед и стали появляться шансы для взятия ворот. В дебюте второго тайма гости все же вышли вперед. Неудачный расклад после стандарта и Степанюк забивает головой в пустые ворота. 0-1. Следующий минут 20 «Сталь» пыталась забить еще, а Одесса, отбиваясь, неожиданно сравняла счет. На 70-й минуте вышедший после перерыва Малин метров с 10 пробил точно в левый угол. 1-1. Однако удержать ничейный результат одесситам не удалось. Сикорский отпасывал на Поступаленко, который поставил точку в этом противостоянии. 1-2. Сталь на время возглавила турнирную таблицу. А Одесса получила 17-е поражение в 22 матчах и занимает последнее, 18-е место. «Индивидуальное мастерство футболистов встали на порядок выше нашего. Мы работаем только за счет организации. Если первый тайм играли, ну видите, очень сильный ветер, нас туда загнали. В принципе, были устали моменты, у нас там пару было контратак неплохих. Во втором тайме мы уже по ветру активнее играли. Активнее играли. Ну и понятно, что мы, в принципе, нам даже не ничьи, ничего, нам нужны только победы, чтобы, допустим, какие-то моменты сохранить прописку». В матче 22-го тура чемпионата страны по гандболу Южненский Портавик одержал четвертую в сезоне победу над Будивельником из Броваров. Свою сольную партию гостям удалось исполнить лишь на первой минуте. Счет матча открыл разыгрывающий Будивельника Николай Мельник. Далее последовала ответная серия из четырех голов. Первый отрыв Портавиков в три пункта на восьмой минуте к перерыву увеличился до пяти, а к завершению матча возрос до 14 мячей. Однако поражение Броварчан нельзя назвать капитуляцией. После ряда травм представителей основы в матче с ЗНТУ «ЗАС» Будивельник приехал в Южный усеченным составом из десяти игроков. Каждому пришлось играть, что называется, за себя и за того парня. «Два таких ключевых игрока у нас, можно сказать, получили травмы. И серьезные травмы, которые сейчас они выбили из строя. Один человек на год, а второй где-то месяц, наверное, на пол». Понятно, что ко второму тайму физически гости уступали хозяевам, но продолжали борьбу до последних минут. Портавик же, имея полный резерв, варьировал составом. В завершение первого тайма на площадку вышли восстановившиеся после травм Александр Полторацкий и Евгений Буйненко. Во втором тайме, стартовав основой, Портавик завершил матч вторым составом, которому удалось не только сохранить, но и приумножить достигнутый лидерами результат. «Пошла своя игра, была уже возможность экспериментировать с составом. Где-то ребята вышли со второго состава, поддержали почти основной команды. То есть нормально. Я считаю, что концовка была нормальная. Не хочу сказать, что соперники, что они действовали так, назвал не мы в тельняшках, где-то друг за другом стояли, где-то был кураж какой-то, где-то они молодые ребята на подъеме. То есть понятно, что за того парня не играли. Но где-то их не хватило уже, концовки этого не хватило». Четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу принес одесскому Торнадо победу над дублерами БК «Донецк». Хотя и не без нервов. Подопечные Виталия Радова не испытали проблем в первом четвертьфинальном матче, который прошел в Одессе. То, что в итоге Донецк уступил с разницей всего в 10 очков, говорит исключительно о везении тигров. По ходу матча Торнадо лидировало плюс 18 и имело все шансы завершить матч разгромом. Тем не менее, лидер чемпионата дублеров сражался храбро и в итоге сумел увезти из Одессы относительно неплохой для себя результат. 80-70. В ответном поединке дублеры Донецка попытались уже в первой части обозначить свое преимущество, однако натолкнулись на серьезное сопротивление Торнадо. Одесситы успешно справились с первым атакующим штурмом и даже ушли на большой перерыв в ранге лидера 46-41. В третьей десятиминутке Донецк сравнял счет и даже на три очка вырвался вперед, однако это был почти их максимум в наступательных действиях. В итоге Торнадо хоть и уступил со счетом 86-90, но благодаря положительной разнице двух встреч вышел в финал четырех национального кубка. «Скажу честно, сыграли ниже своего уровня, где-то ребята еще не готовы играть с более взрослыми ребятами. Когда ты играешь со своими сверстниками, это одно, ты играешь уже с взрослыми сложившимися мастерами, тем более мы знаем, что часть ребят Торнадо играла и в Суперлиге в Одессе, и в других командах». В домашних поединках без особого труда переиграли БК «Франковск». Первая победа над «Деутсайдером» легкой не получилась. В каждой из четвертей неуступчивый «Франковск» оказывал виситкам отчаянное сопротивление, и для того, чтобы удержать лидерство, нашим девочкам пришлось попотеть. Главным героем поединка стала Евгения Сивакова, которая не только доминировала под счетом, но и стабильно поражала кольцо гостей. Под статьей действовали Сыромятникова, Ковалева, Халиманчук и Лиходед, каждая из которых внесла весомый вклад в победу со счетом 66-57. Несмотря на то, что «Интерхим» и «Франковск» лишились шансов на попадание в плей-офф, соперники не собирались друг другу уступать и подарили зрителям праздник баскетбола во второй игре. Жаль лишь, что гостям из Западной Украины хватило сил только на первую половину матча. В какой-то момент «Франковск» даже лидировал со счетом 29-23, однако после перерыва подопечные Ирины Щепакиной буквально разметали соперника, подарив своим болельщикам яркую победу. В третьей четверти «Франковск» словно подменили. Начали гости неплохо, однако уже через несколько минут посыпались. В заключительной четверти на паркете происходило форменное избиение. На 26 очков от «Интерхима» соперник ответил четырьмя пунктами. В итоге одесситки победили 74-44 и на мажорной ноте завершили сезон. Впрочем, плей-офф пройдет без нас. В течение всего чемпионата мы у них все игры выиграли, поэтому сегодня и вчера мы не имели права проигрывать. И даже пускай не попали, вчера дальние, сегодня не совсем хорошо играли. Три десяти минутки, но в четвертой собрались и показали, что мы сильнее. В принципе, тяжело нашей команде играть с «Семером», и за счет того, что не хватает замены, вариации состава, тяжело выигрывать матч. А дальше хорошая команда, хорошо укомплектована, 12 человек есть, которые могут друг друга взаимозаменить, и за счет этого, я думаю, мы сегодня и проиграли.